здравствуйте уважаемые зрители на прошлых занятиях мы с вами сделали нашу трехмерную модель простенькую трехмерную модель и теперь нам нужно создать управляющую программу но значит мы можем обработать нашу модель как в таком виде также я вам хочу показать как сделать значит модель для литья то есть мы развернем соединим соединим все наши слои вот и составим уже тогда нашу и будет несколько управляющей программы начнем работу с моделью значит у нас имеется вкладка с рельефами здесь мы создавали наши слои которые можем скрывать показывать то есть как большинство программ также здесь есть кнопка объединить видимые но если мы на нее нажимаем то наша модель вырастает два раза смотрим она стала 6 миллиметров нам это не подходит удаляем объединенный слой значит нам понадобится вот это вот эти инструменты переходим к ним нам нужно будет сохранить комбинированный рельеф нажимаем на кнопку я уже сохранял даем им название так модель у нас сохранилась теперь нам нужно ее перенести в наш проект нажимаем на вкладку проект переходим в модели здесь у нас есть основание если мы нажмем допустим файл сохранить то мы просто сохраним отдельно модель а нам нужно ее сохранить в проекте так нажимаем правой кнопкой мыши новый и вот есть модель из файла нажимаем переходим в нашу сохраненную модель открыть сейчас немного загружать вот мы видим двухмерный вид уже нам сделали с оттенками и трехмерная модель как видите все наши слои слились в один то что нам и нужно и теперь у нас здесь появилось две модели то есть первичная в которой мы работали разделена на слои которые можем редактировать и так далее и уже собранная наша модель то есть это уже наше единое целое то что нам нужно здесь они инфо информация просто размер нашего эскиза в смысле заготовки высота по z 3 миллиметра и разрешение картинки так сохраняем наш проект начинаем дальнейшие действия с нашей модель как видите габаритный контейнер исчез его нету сейчас мы будем все это восстанавливать сначала значит нам нужно сейчас найдем а вот нам нужно в случае если мы там что-то напортачили то есть нам надо удалить маленькие отверстия иначе у нас управляющая программа будет она будет работать но могут проблемы нам это не нужно нажимаем там исправлять все если были отверстия все они все они были исправлены теперь следующее наше действие так как мы хотим сделать форму для литья нам нужно нашу нашу модель вывернуть наизнанку что мы делаем переходим в рельефы есть инвертирование только по z нас интересует матрица план сон это уже как бы я в следующих уроках вам объясню для чего это нам нужно сейчас только по z нажимаем и нашу модель перевернулась в ту сторону сохраняем переходим траектории нажимаем задание заготовки у нас здесь как видите нет высоты толщина нашей модели 3 миллиметра дадим заготовки 6 миллиметров толщина жмем окей и видим что наш габаритный контейнер появился только уже не сверху а снизу потому что мы инвертировали модель то есть вывернули ее наизнанку перевернули на ту сторону далее нам нужно задать что я хочу сказать материал значит как у на каком вы будете работать не всегда будет ровно заготовка может быть из металла там не важно там медное там алюминий дерево не важно что то есть ее верхняя часть будет если таком конечно обычно это все обрабатывается чтобы это был ровный лист здесь мы задаем сколько нам нужно снять черно черновой слой чтобы выровнять нашу заготовку чтобы уже начинать с ровного листа так сказать нашу обработку обработку нашей трехмерной модели задаем здесь к примеру миллиметр если не жалкость ваша модель не золото будет миллиметр задаем не ставим океан видите здесь наше прямоугольник здесь где светло это то есть это все за наша заготовка получается да темная модель то есть верхнюю часть мы будем обработать нажимаем ok наша заготовка переместилась в габаритном контейнере вниз на миллиметр переходим в помощник нажимаем сохранить и теперь переходим во вкладке траектории здесь мы с вами будем создавать первую управляющую программу по так сказать очистки от неровностей нашей заготовки но перед этим мы с вами должны скопировать в наш чертеж двухмерный вид векторы так как мы сохранили наш рельеф в комбинированным слое то есть в одном слое у нас у нас естественно наши векторы удалились переходим вкладку проект два раза кликаем по модели основания выделяем наш наши векторы вот они и жмем кнопку по вкладке векторы сохранить даем имя сохраняем все векторы мы сохранили переходим во вкладку проекты кликаем два раза ручка жмем во вкладке векторы открыть и выбираем наш наши сохраненные векторы они сохранились все даже с копией тоже хотя их не выделял это неважно делаем новый слой чтобы мы видели именно наши векторы они у нас как видите перенеслись объединенными нам нужно их разъединить нажимаем правой кнопкой мыши и разгруппировываем векторы теперь они у нас отдельно друг от друга сохраняем наш проект выделяем наши векторы и жмем блокировать итак мы с вами подготовили наш проект нашу модель к созданию управляющих программ управляющие программы мы будем создавать в следующем видео в следующем уроке спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал пока спасибо 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 спасибо